здравствуйте друзья сегодня мы поговорим о вермикомпостере это агрегат для переработки органических отходов в домашних условиях любые очистки картофеля яблок свеклы и тыквы всего на свете прекрасное одобрение вермикомпостере в простонародье его называют еще биогумус сегодня будет ролик о том из чего он состоит ну то есть соответственно мы покажем его функционал как он стоит сколько у него рабочих ящиков весь его функционал крышка все дела во всех будущих роликах ближайших по крайней мере мы будем показывать принцип его работы то есть как он работает насколько быстро он может перерабатывать органические отходы но это уже будет в следующих роликах обязательно подписывайтесь на наш канал в том числе на телеграм-канал в описании и ссылочка в описании в первом прикрепленном комментарии теперь же предлагаю на него посмотреть поближе и он вам действительно понравится он сделан из качественных ящиков из пищевого пластика у него очень продумана система дренажа то есть все современные по крайней мере из всех современных вермикомпостеров которые предложенные заводские на рынке они все сделаны на основе кранов которые текут уже через месяц то есть там малейшие там две-три песчиночки песка внутри крана шар соответственно когда вы его открываете для слива вермича и все и капает вам все это удовольствие прямо на пол да то есть ничего хорошего там нет мы же соответственно предусмотрели как этого избежать поэтому приятного просмотра и обязательно возьмите его на вооружение это очень важный агрегат в каждой семье то есть перерабатывайте все органические отходы ничего не выбрасывать не выбрасывайте на мусорку если то есть соответственно отходы вместе с мусором со стеклом пластиком и всем на свете выбрасывается на кита мусорные полигоны где это все гниет воняет загрязняет окружающую среду и самое страшное что делают пищевые отходы на мусорках они когда разлагаются они бродят то есть у них получается такая сильно кислая среда жижа да то есть соответственно вся эта картошка тыквы и лук все на свете превращается кислую забродившую жидкость в которой большое количество кислот протекает это все через мусорку в том числе в которой вы выбросили какие-нибудь батарейки какой-нибудь испорченный телефончик или еще какие-нибудь металлические изделия или не обязательно металлические с кими-то тяжелыми металлами всем на свете и этот фильтрат то есть получается вот эта забродившая масса растворяет все плохое что было брошено в том числе в мусорку и вся эта жижа течет прямо в грунтовые воды а потом ваше жилище возвращается в виде питьевой воды только уже существенно отравлены поэтому не выбрасываем органические отходы на мусорку все перерабатываем с помощью верми компостеров прекрасное одобрение верми компост и соответственно удобряем растению огороде на даче если нет у вас дачи ну как у нас под окнами есть деревья есть цветы городская зона в том числе можно удобрять и другие не обязательно на свои растения а теперь давайте посмотрим из чего состоит верный компостер так друзья что мы подразумеваем под верный компостером вы эти четыре лотка все сделаны из пищевого пластика как я вам уже говорил и дальше считаем у нас сверху вниз крышка рабочий лоток рабочий лоток сейчас объясню что это такое лоток для сбора жидкости и лоток подставка давайте теперь полностью идти по очереди первое крышка крышка нужно нам для того чтобы соответственно открывать забрасывать внутрь новую партию пищевых отходов для того чтобы дождевые черви ангелы земли наши перерабатывали прекрасное одобрение верми компост и для того чтобы туда не попадали никакие другие насекомые в том числе мошки не влетали туда и не вылетали вам в помещении давайте же теперь откроем крышку так открыли мы крышку следующее что мы с вами видим это выдают идут у нас рабочие лотки крышка кстати снимается у каждого из лотков с двух сторон есть крепление под эту крышку то есть соответственно как вам удобно вправо влево открывайте как хотите то есть поставить ее можно как угодно можно и так и так и и поставить а лотки внутри у нас есть между лотками отверстие вне это нужно для того чтобы соответственно когда червь переработал нижний лоток он мог переползти через отверстие верхний лоток также эти отверстия нужны для того чтобы в пищевых отходов у нас до 80 процентов воды чтобы это вода излишки по крайней мере этой влаги могли протечь через весь компостер в лоток которым они будут собираться и кран который мы это сольем на будущее сразу вам скажу что если будете бросать достаточное количество разрыхлителя торф сено солома и листья картон все что угодно который будет впитывать все эти соки тоже не просто вода это соки соки овощей и фруктов это очень полезная для червей субстанция которая лучше пусть они ее съедят поэтому еще раз повторюсь ничего не выбрасываем просто добавляем больше ну подсохшего что ли или сухого разрыхлителя возвращаемся к лотку давайте рассмотрим поближе верхние отставлю потому что мы на него на петли одели крышку так нижнее отверстие я вам показал то есть вот ящик снизу то есть эти отверстия нужны в том числе и для движения газов внутри самого вермикомпостера и все эти наши разрыхлители все это поглощает пост еще помимо этого здесь есть давайте я вам на солнце повернусь сторону окна вы видите перфорацию сбоку сбоку ящиков она нужна для того чтобы вермикомпостер заходило дополнительное количество воздуха чтобы нашим и червям хватало и органическим отходом тоже было достаточно но эти отверстия такой величины чтобы никакая мошка если он там заведется не вылетала и залить снаружи тоже не могла так друзья еще есть маленькое дополнение по поводу лотка почему мы выбрали именно такие лотки смотрите у них специфическое ровное дно которое на сантиметр ниже чем соответственно кромка вермикомпостера сейчас его ближе подкачу чтобы вам было понятно то есть когда когда ящик вставляется вот здесь вот этот вся все дно все эти отходы которые будут лежать в верхнем лотке на сантиметр войдут непосредственно в нижний лоток это очень важная история потому что когда черви перерабатывают органическую массу внутри вермикомпостера то она чуть-чуточку а наш за счет рыхлости она чуть-чуть осаживается и вот когда она осаживается потом может получиться так что червь не может дотянуться до отверстий чтобы переползти из соответственно ящика в ящик и для этого мы выбрали именно такие ящики которые всем своим дном всей плоскостью дна на сантиметр опускаются в нижний лоток это тоже очень важный момент который позволяет хорошо работать данному вермикомпостеру то есть черт спокойно переползает снизу все съел нижнем лотке верхнем новая еда пополз верхний захотелось ему сползать вниз и что там да есть пожалуйста переполз туда обратно и все это происходит для всех дождевых червяков беспрепятственно но и вот таких вот получается ящиков у нас с вами два пока мы видим да то есть это первый и на втором на котором крышка стоит крышка легко снимается переставляется между ящиками по надобности следующий ящичек у нас идет соответственно ящик сливов который накапливается жидкость и когда она сюда уже накопилось как я вам уже говорил мы вам покажем чтоб она у вас не накапливалась если у вас накопилось эта жидкость просто нажмете на краник либо поднимите его вертикально и она будет полностью все стекать поставить сюда любую емкость все очень просто следующий момент подставка что-то подставка подставка это соответственно еще один рабочий лоток это еще один рабочий лоток точно такой же с отверстиями вне и с отверстиями соответственно по бокам если вы найдете что-либо для того чтобы подставить под вермикомпостер то соответственно вам не нужен будет ящик для подставки то есть что может быть это и самой подставкой для вермикомпостера давайте посмотрим мы в качестве подставки приобрели в строительном магазине соответственно такая доска она называлась как подоконник там же в строительном магазине нам ее отрезали кусочек то есть она 30 сантиметров 30 сантиметров у нас в ширину а длину она была если не ошибаюсь 80 сантиметров мы просто разрезали пополам получили как бы две доски под подставки можно этим и ограничиться то есть себе спокойненько нижний лоток с краном просто на нее станет мы же мы же для того чтобы легко перемещался наш вермикомпостер по балкону в том числе купили 4 колесика ну и соответственно прикрутили прикрутили к этой досочке теперь что у нас с вами получается теперь у нас получается ящик для слива жидкости стоит на нем и и после этого у нас получается с вами три рабочих лотка извиняйте снимаю сам поэтому возможно будет немножко дергана но славная суть вам донести если уж совсем не понравится подобная съемка но скажите пересили да получилось у нас вот такая вот картина чем хороши все эти колеса я взял все четыре колеса которые поворачиваются можно было взять два неповоротных два поворотных я взял все которые поворачиваются и поэтому теперь я могу играться например подойти сделать вот так крутить вертеть вермикомпостер поставить его в любой угол нашего у нас соответственно вплоть до того что просто толкнуть вот так вот он стоит влился как родной еще раз повторю все что вы найдете под него подставить подойдет любая вещь вот например например у нас есть ведро в котором соответственно у нас органические отходы которые мы принесли сегодня же будем вместе с вами заселять этот компостер и соответственно эти органические отходы в него высыпем такое ведерко стоит символических денег любом строительном магазине можно просто взять вермикомпостер и поставить его прямиком на ведро давай роста беру за перми компостер и переставляю на ведерко воля и даже полный он будет стоять потому что основание у ведра достаточно плотная и как бы я не шатал он практически не шатается еще раз повторюсь если не хотите что-либо колхозе теле как это назвать можно просто поставить нижний лоток на низ ближайшее время мы же постараемся для вас сделать некую подставку если на нее будет соответственно запрос следующий момент который мы с вами рассмотрим это кран как я уже сказал вам самом начале все заводские краны заводскими верми компостерами идут обычного поворотного типа внутри шариком и как только попадает хотя бы несколько песчинок внутрь крана крану приходит хана то есть шарик буквально царапается ну или его оболочка вокруг него пластиковая царапается и у вас верми чай капает прямо на пол и поэтому когда вы видите какие-то ролики про классические верми компостеры вы всегда видите под краном какую-то емкость это банально потому что кран течет мы же с вами взяли кран по другому принципу он тут не поворачивай ничего он либо повторюсь либо нажимается либо поднимается поворачивайте в любую сторону как вам удобно так его и используйте то есть соответственно в любом направлении а если у него все-таки попал бы песок он с легкостью разбирается то есть вы берете его банально откручиваете вытягиваете и что вы там видите ничего просто пустота у него нечему ломаться у него обычный получается силиконовый такой как клапан который не позволяет соответственно и жидкости выливаться и ломаться тут физически нечему и так же и назад он с легкостью собирается бац и все друзья надеюсь вам было интересно посмотреть на наш верми компостер на наш взгляд он просто как автомат калашникова то есть его гениальность в максимальной его простоте то есть он соответственно хорошо перерабатывает органические отходы полностью предусмотрен чтоб него не вылетали не вылетали насекомые полностью предусмотрен чтобы никаких запахов от него в помещении не было то есть вы могли поставить его хоть на балконе хоть чуланки да если хотите и на кухне в том числе у нас она на кухне и стоял верми компостер каждое каждый лоток работает в том числе как и автономный в том числе если хотите получать верми чай это так называемая жидкость которая протекает через всех червяков мы расскажем вам насколько она ценна и потому что получается когда когда вы пытаетесь водой растворить уже готовый верми компост нем растворяется всего два три процента а когда протекает жидкость через весь верми компостер вы получаете микробиологический препарат насыщенный питательными элементами соответственно которые были в этих органических отходов плюс те ферменты которые дают черви в процессе своей жизнедеятельности так называемая слизь червей которые просто так невозможно получить уже из верми компоста в ней ученые уже не могли найти поэтому в том числе верми компостер подойдет и как утилизатор органических отходов и как ну такой классический реактор для получения верми чая если будет желание друзья приобрести себе такого красавчика все контакты на экране ну а все ближайшее время мы вам покажем как он работает до новых встреч здоровья и счастья наш судьба до свидания друзья